Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите аналитическую программу «Время говорить. Итоги недели». Сегодня мы обсудим наиболее заметные события, о которых народ говорил на днях в Рязани. А было у нас всякого немало, поэтому без промедления перейдем сразу к делу. Итак, смотрите в сегодняшней программе. Дом, который сильнее всех. Судьба известного в Рязани самостроя на улице Ленина, 22, так и не прояснилась. Позвольте вам выйти вон. Людей с ограниченными возможностями в Рязани лишили и еще одной, а именно, возможности встречаться и общаться. Моем, моем трубочиста. В Рязани объявлен месячник по благоустройству города. Ну и начнем с поступка недели, причем поступка в кавычках. В четверг в Рязанском общественном объединении родителей детей-инвалидов мы узнали, что люди, которые долгое время встречались и общались, находя приют в одном из помещений здания в Рязани на улице имени героя гражданской войны Щерса, лишились невеликих квадратных метров. Так что нет уж теперь особой памяти о Щерсе, как нет и комнатки у инвалидов и их родителей. Вот как было дело по версии общественников. Председатель городской общественной организации родителей детей-инвалидов Тамара Толоконникова говорит, что уже более 20 лет преподаватели работали со сложными детьми, учили их рисованию, выжиганию по дереву, висероплетению, народным ремеслам. Однако весной прошлого года директор научно-исследовательского института, в котором на протяжении этих двух десятков лет базировалась организация инвалидов, попросил их освободить помещение. Мне принесли письмо о том, что мы вам теперь не можем больше предоставлять это помещение. Причиной было расширение арендных площадей. Впоследствии я поняла, что это не причина, а всего лишь навсего предлог. Почему так захотелось ему сразу нас попросить, я к нему, конечно, спустилась и стала с ним разговаривать. Я поняла, что, да, и принесла ему письмо ответное, что мы не можем вот к такому-то времени освободить помещение. Это нереально. Во-первых, нам некуда идти, во-вторых, это во-вторых, ну, просто хотелось как-то по-мирному с человеком поговорить, показать, что мы из себя представляем, что мы совершенно не социально опасны, что мы делаем такие дела, на которые следует обратить внимание. Первую атаку удалось отбить, однако спустя почти год, в этом марте, родители и детей инвалидов попросту перестали пускать через проходную. Сорокин Николай Тимофеевич больше мне ничего не сказал и говорит, собрал своих замов и говорит, у нас не благотворительное общество, у нас не клуб по интересам, у вас свое, у меня свое. Вот, и поэтому вот давайте, вот до такого-то времени, и опять нам дала срок. Председатель организации родителей детей инвалидов Тамара Толоконникова говорит, что причиной их выселения является желание руководства института сдать освободившиеся площади в аренду. Организация инвалидов не способна оплатить необходимую сумму. Директор в НИМС Россельхозакадемии Николай Сорокин на переговоры не идет. Мы связались с секретарем Сорокина по телефону и получили ответ, что Николай Тимофеевич на такие темы с прессой не общается. Интересно, а на какие же темы готов общаться господин Сорокин? О развитии сельхознауки и механизации во имя процветания человечества? О том, как накормить страждущих в России? Как помочь нуждающимся? Но в свете того, что произошло, как-то неудобно, наверное, будет говорить о высоком и научном. Выходит, что необходимого для занятий прикладным творчеством помещения нет? Идти детям-инвалидам просто некуда. Такая вот научно-исследовательская история получается. Да, знал бы отчаянный рубака, начдив Николай Щерс, как на улице его имени инвалидов из комнатушки выселяют, так, наверное, обнажил бы в острую саблю. Уж не дам обездольных обижать. Но сейчас в Рязани приютить изгнанников некому. Опустили чиновники очи долу. Есть, видно, дела и поважнее, чем детям-инвалидам помогать. На этой неделе наши корреспонденты продолжили выяснять, как складывается судьба печально известного здания в центре Рязани по адресу Ленина, 22. Как ответственные чиновники прозевали строительство такого вот неказистого монстра, уж и неизвестно. Теперь есть и судебные постановления о сносе. Объявили о готовности действовать судебные приставы. Но все как-то потихоньку то ли приостановилось, то ли сдулось. К такому выводу пришла Оксана Тебенихина. Дом номер 22 на улице Ленина приговорен, но до сих пор ждет своего сноса. Ждут рязанцы. В феврале служба судебных приставов оповестила всерязанские СМИ о том, что в марте самопроизвольную застройку уничтожат. Но вот уже, как говорится, вовсю апрель. А дом как стоял, так и стоит. Вот зимнее досье. Скорее всего, эти работы будут проводиться, наверное, не в течение дня, чтобы не мешать движению транспорта. Как все согласуем, будем надеяться, что это будет в ближайшее время, то есть в течение марта, апреля месяца. Есть предположение, что здесь какая-то коррупционная составляющая в этой стройке замешана. И поэтому ничего не двигается. Мы не отстанем, мы по-любому будем добиваться, чтобы решение суда было выполнено. Но вообще-то это задача именно судебных приставов. Почему должны мы, граждане, делать что-то за ней? Хозяйкой здания по всем бумагам является некая Мария Шпрингер. На сегодняшний день о ее местонахождении нам ничего не известно. Но кем и, главное, кому приходится эта женщина-загадка – большой вопрос. Если это не важно, то что тогда останавливает исполнителей приступить к сносу – непонятно. Никаких строительных ограждений вокруг таинственного дома нет. Стены его занавешаны разноцветной ширмой непонятного и неприятного вида. Никакой активности вокруг дома не замечено. Ну а сами приставы, как ни странно, комментировать ситуацию на сегодняшний день не пожелали. Позже, мол, время пока не пришло. Так и живем. Еще один проблемный репортаж приехал вместе с Глебом Галушкиным из Подвязи. Здесь, напомним, народ не так давно устроил сход, опасаясь, как бы новостройки не задавили напрочь детскую площадку. Тогда было много шума, но мало информации. Теперь наша редакция располагает более подробными сведениями по поводу судьбы и площадки, и самого строительства. В Окском сельском поселении недавно появился новый для этого населенного пункта формат магазина. Народ оценил новеллу, и теперь местные жители идут сюда и за продуктами, и за одеждой, да и бытовые, и хостовары можно приобрести прямо у себя в селе, не выезжая, как в песне, в большие города. Во-первых, удобен тем, что здесь все как бы можно купить и сразу. Большой выбор товара, качественного, своевременного. Можно где-то что-то посмотреть и дату потрогать. Ну да, вот это очень удобно. Открытие магазина стало большим шагом в развитии населенного пункта, говорит местный глава Александр Трушин. На этом месте, в свою очередь, была, скажем, неблагоустроенная территория. Сейчас мы имеем при строительстве этого магазина благоустроенная территория, то есть насаждения зеленые, уличное освещение дополнительное. Ну а жителям поселка Окской, наверное, все-таки это, получается, высокая обслуга, качество товара, так как в Окском поселении есть конкуренция. Подобная бизнес-инициатива теперь пришла и в соседнее село Подвязи. По планам предпринимателей, в центре села есть возможность для постройки современного супермаркета. Сейчас на этом месте находится детская площадка. Детская площадка не очень благоустроенная и не соответствующая действующим нормам. Местные жители согласны на строительство большого магазина именно на этой территории. Но вместе с его появлением подвязьевцы хотят получить по-настоящему комфортную и удобную детскую площадку. Я к этому отношусь положительно, потому что будет новый усовершенствованный магазин, там будет продаваться все, я так думаю. Ну и плюс то, это очень будет хорошо, то что построят новую детскую площадку, потому что это все развалины. Строительство современного супермаркета и модернизация детской площадки – вот тот консенсус, который поможет экономически развить село без ущемления интересов местных жителей. Именно такой проект и предлагают застройщики, так что в Подвязи может появиться и магазин современного формата, и благоустроенная детская площадка. На этой неделе, а именно во вторник, российское правительство индексировало пенсионные выплаты. Кроме того, повышается размер социальных пенсий для некоторых категорий рязанцев. Специальный комментарий для пожилых наших зрителей продолжает программу. В соответствии с бюджетом пенсионного фонда на тот или иной текущий финансовый год, предусматривают всегда две индексации трудовых пенсий и индексации социальных пенсий. Трудовые пенсии мы уже проиндексировали первый раз с 1 февраля на 6,5%. И также будем индексировать трудовые пенсии с 1 апреля на 1,71%. Но в целом мы выдерживаем тот параметр, который был в бюджете, в пределах 8% в течение вот этих двух индексаций. И будем индексировать с 1 апреля также социальные пенсии. Но социальные пенсии мы в этом году индексируем существенно, по сравнению с чем в прошлом году. Сегодня мы их индексируем на 17,1%. Если говорить в суммовом выражении, то социальные пенсии в среднем увеличатся почти на 1000 рублей. Это говорит о том, что уровень пенсионного обеспечения граждан, у которых низкий уровень пенсии, он с 1 апреля существенно повышается. С индексацией социальных пенсий мы также, соответственно, приведем индексацию государственных пенсий по государственному пенсионному обеспечению. То есть граждане, у которых пенсии зависят не от трудового стажа и заработка, а именно зависят от тех позиций, которые они получают от государства пенсионное обеспечение. У них также пенсии повышаются на 17,1%. С 1 апреля мы также проиндексируем так называемые ежемесячные денежные выплаты. Это для инвалидов, которые получают денежные средства взамен натуральных льгот. Ну, в целом, по области, если говорить в месячном исчислении, то нам дополнительно потребуется порядка 160 миллионов рублей. Денежные средства эти у нас уже имеются в достатке, поэтому задержек с выплатой пенсии у нас не будет допущено. То есть и пенсионеры пенсии в новых размерах, и также и ДВ получат с 1 апреля этого года. Напомним, в эфире аналитической программы телекомпании «Город. Время говорить». Итоги недели. Коротко о главных темах второй части. Надо бы облагородить. Рязанцы высказывают свое мнение по условиям работы рынка вблизи ЦНТИ. Моем, моем трубочисто. В Рязани объявлен месячник по благоустройству города. Если вырос, призовись. В России начался весенний призыв. Новобранцев будут оснащать и гелем для душа, и кремом для губ. Редактор субтитров А.Семкин Продолжаем программу. На днях Глеб Галушкин по заданию редакции выяснял мнение жителей Московского шоссе по поводу рынка под открытым небом в районе ЦНТИ. Дело-то оно, конечно, хорошее. Однако пришло время подумать о его дальнейшем статусе. Либо здесь царит стихия, а на продукты густо ложится пыль и выхлопы автомобилей. Либо надо приводить торговую площадь в культурный вид в соответствии с нормами и гены. В Рязани ярмарка выходного дня возле ЦНТИ на улице Крупской, что в московском микрорайоне, проходит еженедельно по субботам. Традиционно на прилавках овощи, мяса, молочная продукция, хлебобулочные изделия. С одной стороны, ярмарки играют важную социальную роль. С другой, жители Московского высказывают мнение о том, что место для торговли отнюдь не идеальное. Вот если бы крытые пыльоны поставили вам, как жителям, это лучше было бы? Конечно, лучше, чем вот этот сейчас пыль. Представляете, какая пыль на все, на продукты летит, на все. Ну, только что пыль. А так, крытые, допустим, мне не нравятся. Переходишь там. Ну, почему? Не, как-то. А мне казалось, крытые. Или у них там, они берут больше же цену. У них аренда там. А здесь меньше? Ну, здесь поменьше. Ну, я не знаю, мне кажется, цены такие же и на мясо, и на все. Ну, я не знаю. Крытые, может быть, более экологично, как-то там, чище. Не пыль надо. А если без этого, совсем нам плохо здесь. Цены нормальные, но место надо благородить. А чем место не нравится? Ну, видите, крясть, мясо торгует. Вот и какие-то пыльоны поставить. Еще одной проблемой ярмарки на Московском является несанкционированная парковка автомобилей приезжих торговцев. Каждую субботу десятки машин стоят прямо на газоне бульвара. В итоге, особенно в плохую погоду, вместо зоны отдыха, жителям после торговых развалов остается лишь грязь. Как с этим эффективно бороться, никто не знает. Начнем с того, что это площадь, так же, как и площадь Победы, площадь Ленина. Соответственно, она обозначена бордюрами, тротуарными дорожками. Здесь были зеленые насаждения, вот на которых сейчас машины стоят. И здесь нету подъезда на площадь новаторов никаких. То есть заезжают с этой стороны, где тротуар, где тротуарный камень, бордюр. И пока ничего не можем с этим сделать. Но, надеюсь, в скором времени. Я понял, спасибо. С первого апреля, а стало быть, с этого вторника в столице нашей области начался месячник по благоустройству. Завершить его городначальство планируют ко дню Победы, кульминации праздника всеобщего труда и чистоты. По традиции будет общий городской субботник, который пройдет 12 апреля, в день космонавтики. Так что чистота должна быть такая, чтобы вся вселенная заметила. На этой неделе Глеб Галушкин выезжал в самое сердце Рязани Матушки, а именно в район Кремля, чтобы посмотреть, как там делась с чистотой. Оказалось, не то чтобы очень. Уикенд опять проверили. Далее о результатах. Итак, с первого апреля начался общегородской месячник по уборке и благоустройству дворов, парков, скверов, набережных и других территорий города. Пристальное внимание может быть необходимо обратить как раз на набережную возле Кремля. Здесь, на склоне холма, возле пристани, начинают проступать следы от отдыха и празднований шумных и не очень компаний. Бутылки, пластмассовые стаканчики и просто пакеты можно обнаружить даже в воде. Значительно хуже ситуация с мусором на самом Кремлевском валу на улице рабочих. Здесь, напротив жилых домов, образовалась фактически свалка. Одинокого мусорного контейнера явно недостаточно. В общем, несомненно, что общегородской субботник не должен обойти стороной историческую территорию возле Рязанского Кремля. Более того, это, на наш взгляд, должна быть территория приоритета чистоты. Вообще, пора бы уж и стать народу поактивнее, особенно в плане уборки. На то и управляющие компании существуют, и советы территории, и товарищество собственников жилья, и прочие структуры, которые призваны решать вопросы вроде «А чё я-то?». На этой неделе, например, прошло заседание Совета территории номер 7 Октябрьского округа. Совет по весне обновили, пригласив у него председателей ТСЖ, активистов, представителей социальных учреждений района и даже депутатов Рязанской гордумы. К чему все эти известия? К тому, что люди сами решают вопрос развития территории, привлекая действующую власть. И это правильно. Так на Совете и список асфальтирования дворов озвучили, и про несанкционированные парковки решения вместе вырабатывали, и условия участия активистов в приемке ремонтных работ обсудили. Но самым важным стал вопрос как раз о вовлечении населения в активное участие в жизни каждого дома и всего района целиком. Вместе, как известно, не только батьку легче бить, но и двора изеленять, и субботники проводить. Когда-то такое было. Выходил народ всем миром с лопатами и вилами, да и наводил чистоту вокруг домов и во дворе. Вернуть бы такое сплочение соседей вокруг решения общих вопросов, тогда и не будет свалок мусора под заборами и прошлогодней грязи, проклюнувшейся сквозь растаявший снег. На этой неделе зрители сообщили нам о страшенной стене пламени, замеченной ими при движении по северной окружной траву жгут. Вздыхают сотрудники МЧС и деды жгли, и отцы, и современники жгут, и нет на них никакого укорота. И штрафы предусмотрены, и дело возбудить могут, и за детские огненные шалости спрос с родителей. Но, повторим, как жгли прошлогоднюю траву, так и жгут. Кстати, специалисты МЧС говорят, что именно пал сухой травы дал начало страшным пожарам 2010 года. На этой неделе о том, что можно отхватить, будучи пойманным во время поджога, а также о бесполезности этого дела в сельскохозяйственных целях, мы говорили со спасательным начальством. Вот фрагмент интервью. Административным законодательством предусмотрена административная ответственность. Это у нас в статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях в Российской Федерации. Так вот, именно нарушение правил пожарной безопасности влечет наложение административного штрафа на граждан до полутора тысяч рублей, а на должностных лиц до 15 тысяч рублей. Соответственно, санкции в отношении юридических лиц до 200 тысяч рублей. А те же деяния, предусмотренные в условиях особого противопожарного режима, который введен на территориях сельских поселений, либо городе, данные санкции увеличиваются в два раза. А если, значит, этими нарушениями правил противопожарного режима, так сказать, нанесен вред третьим лицам, либо средний, либо легкий вред здоровью человеку, то такие санкции, к примеру, как до 5 тысяч рублей гражданин может понести, и, соответственно, значит, должностное лицо до 50 тысяч, и до 400 тысяч юридическое лицо. То есть санкции достаточно жесткие в этом плане. И еще о первоапрельских делах и новинках. Как известно, вторник стал часом икс для российской молодежи. Первого апреля начался весенний призыв в армию. Военкоматы планируют набрать в ряды защитников Отечества пополнение числом в 154 тысячи штыков. Как рассчитывать провести призыв в Рязанской области, узнавал как раз во вторник Глеб Галушкин. Призывные комиссии в Рязанской области будут работать с 1 апреля и до 15 июля. По планам Генерального штаба в армию должны отправиться около полутора тысяч рязанских парней. В соответствии с решением правительства Российской Федерации, на основании постановления губернатора Рязанской области, начали действовать призывные комиссии в муниципальных образованиях Рязанской области. Уже есть определенное количество призывников, по которым вынесено решение о призыве. Я же сказал, порядка полутора тысяч человек мы должны за весну призвать. Появились в ходе нынешнего призыва и некоторые новшества. С этого года призывникам будут выдавать персональные электронные карты и банковские карточки. На электронных картах будут записаны все биометрические и социальные данные солдата. Кроме того, молодым бойцам на сборном пункте теперь будут выдавать специальные средства личной гигиены. Шампунь, зубная щетка и бритвенный станок, гель для душа и даже крем для губ. Надо отметить, что по итогам минувшего осеннего призыва в Рязанской области поймали двух уклонистов от воинской службы. Первый после прохождения медкомиссии просто не явился по повестке на призывной пункт. Второй же молодой человек вовсе не пришел в инкомат, объясняя свою позицию политическими убеждениями. По словам Владислава Деева, первая партия рязанских новобранцев отправится в свои части для несения службы уже в третьей декаде апреля. И в завершение программы любимый зрителями остросюжетный дайджест недели полицейских обзор благородных приключений силовиков на этой неделе. Начнем с ДТП, произошедшего на улице Чапаева. Виновата в нем, по всей видимости, женщина-водитель, которая, управляя автомобилем Рено, выехала на перекресток со стороны улицы Пролетарской на запрещающий сигнал светофора. В это время со стороны улицы Чапаева ехал автомобиль ВАЗ 14-й модели. В результате столкновения «Жигуля» отбросила на Митсубиси и мотоцикл, которые стояли перед перекрестком. 17-летний студент Рязанского колледжа электроники, управлявший мотоциклом, не имел права управления мотоциклом, а также управления мотоциклом, который не был зарегистрирован в установленном порядке. Он получил при дорожно-транспортном происшествии ушибы кисти и бедра. Также пассажир отечественного автомобиля, годовалый мальчик, получил ушиб мягкие ткани лба. Оба пострадавших для оказания медицинской помощи были доставлены в детскую областную больницу города Рязани. Но в госпитализации они не нуждались. На этой неделе рязанские полицейские в Южном микрорайоне, в одном из боксов гаражного кооператива, обнаружили целый склад нелегального алкоголя. Так называемые коньяки были оснащены акцизными марками, которые имели признаки самой небрежной, даже грубой подделки. Лучше всего, по словам правоохранителей, такие более чем подозрительные напитки идут через мелкие торговые точки или распивочные заведения, куда заворачивает народ непритязательный, а этикетки любят разглядывать, а не читать. Владелец гаража уже не раз попадал в поле зрения полицейских. В прошлом году к нему оперативники приходили трижды, и всегда гаражик был с нелегальным товаром. Теперь бутлегеры ожидают серьезные санкции. С 17 по 28 марта в Рязани борцы с незаконным оборотом наркотиков приняли более двух десятков сообщений от бдительных граждан в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью». Некоторые из сигналов подтвердились. Всего за время проведения акции органами наркоконтроля региона зарегистрированы 33 наркопреступления. Из них 17 выявленных преступлений связаны со сбытом наркотиков. Осуществлено три значительных изъятия подконтрольных веществ по классификации ООН. Из незаконного оборота выведено 1 килограмм 740 граммов наркотических средств. Рязанские полицейские тоже на этой неделе отрапортовали о перекрытии канала поставки наркотиков. Изъято полкило гашиша и 21 грамм героина. Это очень много. Проверяя оперативную информацию, полицейские остановили в Рыбновском районе легковушку, в которой были 26-летний водитель и пассажир 10 годами постарше. В ходе проведения личного досмотра пассажира данного автомобиля было обнаружено изъято 4,2 грамма героина. В результате обследования транспортного средства обнаружено изъято 5 килограмм 89 грамм наркотического средства гашиш и 16 грамм героина, принадлежащие пассажиру. Еще одних деятелей рязанские оперативники накрыли при содействии коллектам Бовчан. Деляги обносили пенсионеров, представляясь благородными сотрудниками газовой отрасли. Пожилые люди впускали злоумышленников в дома, позволяя специалистам в кавычках осмотреть газовое оборудование. Пока один из подозреваемых якобы проверял трубы и вентили, другой обшаривал тумбочки, ящички и полочки шкафов, разыскивая деньги. Обманным путем завладевали денежными средствами граждан, представившихся сотрудниками Горгаза. Говорили, что нужно менять какие-то детали, тем самым завладевали мошенническими действиями, их денежными средствами. Полицейские подозревают, что лжегазовщики работали не только в нашей и Тамбовской области, так что эпизодов в уголовном деле может заметно прибавиться. На сегодня все, но прежде чем мы попрощаемся, объявление в нашей программе, заявленное на эту субботу в 5 апреля, шоу Китая «Волшебные сады Шиньяна» переносится на 15 мая. Организаторы приносят свои извинения, купленные билеты будут действительны на дату 15 мая. А за сим разрешите откланяться всем хорошей погоды и добрых новостей. Через две недели Пасха, а это уже будет по-настоящему новый теплый, и будем надеяться, счастливый сезон. Удачи всем и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!